Всем привет, соколики! Сегодня поговорим о такой очень интересной теме, называется как родовая память. И речь даже больше пойдет, сколько не о генетике, которая у нас достается с ДНК, да, то есть вот просто человек, например, приходит заниматься спортом, у него хорошая генетика, прям все само собой получается, он удачно занимается, и при должной работоспособности этот талант, генетически доставшийся ему, не то чтобы от бабушек и дедушек, а вообще от поколений издалека, при должной работоспособности можно преобразовать в качественного спортсмена, предположим, да. А я даже больше хочу в этом видео с вами пообщаться по поводу родовой памяти, когда ваши предки занимались каким-то видом дела, и сейчас, например, у вас вообще другие увлечения, другие интересы, а данное направление, которым занимались ваши предки, у вас не то чтобы получается, а может вообще легко даваться. Можете привести свои примеры, но, образно говоря, человек, например, у вас там в предках мог заниматься строительством, да, и сейчас, например, потомок может вообще не заниматься стройкой, но это направление, вот если он возьмет, знаете, вот кирпич сам будет класться на цемент, просто легко. Почему я об этом говорю? Тема эта очень животрепещущая, поскольку я сам за собой замечаю некоторые вещи, которые у меня просятся в жизнь, извне, да, то есть они у меня легко получаются, хотя я ими не интересуюсь. А потом я начинаю изучать историю своего рода, и понимаю, что там вплоть до 19 века, ну, часть моих потомков занимались разными теми или иными направлениями. В частности, в том числе, я чувствую, как во мне просыпается тяга к природе, к жизни в деревне, к сельскому хозяйству. Я, например, чувствую тягу к тому, чтобы завести курей, банально, да, но этого не хочу делать. Вот удивительно, потому что я все-таки человек более городской, но при этом я чувствую тягу к сельскому направлению, да, и я чувствую, что это идет именно из родовой памяти определенной, да. Скажите вы в комментариях, есть ли у вас что-то подобное или нет, потому что я считаю, что знать историю своего рода, причем как по отцовской, так и по материнской линии, крайне важно. За нами стоят наши предки, они нам помогают, и принятие этого всего, как сказать, принятие истории своей семьи, какой бы она ни была, вот какой бы ни была, у кого-то, может быть, она хорошая, а у кого-то, может быть, и не совсем, но это делает из нас людей, которые идут откуда-то, куда-то, это очень важный момент, дерево, которое не имеет корней, у которого слабые корни, не имеет и кроны. Все мы знаем образ Игдрасиля, например, да, вот этого всемирного древа, и если вы посмотрите на изображение, то чем больше у него крона, тем больше у него корни. Так вот, напишите в комментариях, согласны ли вы со мной или нет, что знание о своих предках важно, хотя бы просто важно, или не согласны, или да чихай на них, на всех, я сам по себе Бог, «Ох, я знаю, как лучше распорядиться своей жизнью». Напишите в комментариях, чувствуете ли вы поддержку своего рода даже не столько со стороны живых родственников, но и со стороны какой-то истории своей семьи, которая стоит за плечами у ваших родителей, может быть, родителя, каких-то предков. И чувствуете ли вы, что какие-то занятия, которыми занимались ваши предки, сами стучатся к вам в жизнь откуда-то оттуда, из прошлой памяти. Я, например, за собой замечаю, что многие вещи, как я уже говорил, у меня получаются оттуда. Определенные увлечения, определенные тяги, которые я могу принимать в свою жизнь, а могу и не принимать, я могу увлекаться своими делами и пополнять историю своего рода новыми увлечениями. И мои потомки, дай Бог, будут иметь тоже этот запас некой родовой эгрегориальной памяти. В общем, жду ваших комментариев под этим видео, жду вашего мнения. Мне очень интересно узнать, вообще, сколько людей, которые меня смотрят, знают историю своей семьи, ценят или не ценят. Может быть, у вас есть позиции на этот счет или нет позиций, пишите об этом. Ну и давайте большой палец вверх, если эта тема интересна, чтобы я понимал, вообще, стоит ли на эту тему говорить или нет. Ну и подписки, там все дела, понимаете. Ребятушки, всем пока, жду ваших мнений. До связи.